Всем привет! Меня зовут Лиза и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас будет видео с распаковкой шин. Я знаю, как вы любите эти видео. В связи с ситуацией, это вообще, конечно, видео будет один на миллион, потому что цены на шин безумно подорожали. Я думаю, вы сами это видели. Но так как мне это присылают, я буду рада делиться с вами красивыми, большое спасибо, вещами, которые мне присылают, которые я сама выбираю. Я стараюсь выбирать качественные вещи, которые из хороших материалов, чтобы вы хотя бы смотрели, что можно будет купить. Ну, если вы другу захотите что-то купить, даже под таким взлетевшим ценам, то выбирали хотя бы качественную одежду, у которой у меня есть уже какое-то мнение. У меня для вас есть промокод на скидочку. Пишу бы, до какого числа он действует, какая скидка и так далее. Я просто, если честно, вообще не помню. Гарри там решил у нас павелизоваться. У нас не так много вещей, на самом деле, сегодня, но они все безумно классные. Это прям вот самый сок. Я от этого заказа вообще просто в полнейшем восторге, потому что это просто прекрасного качества вещи. Первое, с чего бы я хотела начать, это обувь. Я взяла в этот раз себе Оксфорды. Я уже давно засматривала, кстати говоря, на эти Оксфорды. Вот такие они. У них уже успела походить по улице. В общем, стандартные классические Оксфорды на достаточно большой подошве. Они невероятно мягкие, и они мне не натирают. У меня были лоферы, в общем, с Алиэкспресса. Они меня почему-то безумно натирали, но вот здесь подкладка такая внутри, она безумно мягкая. Она вот именно мягкая, знаете. Она тут не кожная, а высота из какой-то ткани сделана. Внутри здесь тоже все прошито тканью. Сами снаружи они из кожи зама. По размеру это был 38 размер, у меня 37,5 размер, 23,5 см стопа. Я беру всегда 38, на полразмера больше. Советую вам всегда брать на полразмера именно больше. То есть, например, если у меня стопа 23 см, а на швейле написано, что эти 24 см, я беру... 23,5 см, не сантиметра. Я беру 24 см, они мне идеально подходят, они идеально садятся. Я ни разу так с обувью не прогадывала. Ниток, чего-то там еще клея не торчало. Правда, когда они пришли, они пахли, вы знаете, рыбой какой-то, не знаю, уксусом, в общем. Какой-то кожей странно, непонятно, но они уже выветрились. Здесь подошва прям очень-очень мягкая, и в них идешь как в тапочках. Я вот как раз такие, как я сказала, уже успела в них ходить на улице. Я очень хотела именно Оксфорды, потому что у меня есть лоферы, но мне прям как-то Оксфордов, знаете, не хватало, чтобы вот эта часть была закрытой. У лоферов как бы открыто же, да? И вот эти более, знаете, такие на холодную, можно сказать, погоду. Ну, то есть, если лоферы, например, подходят и под платье, и под все что угодно, но эти тоже как бы подходят под платье, то эти прям хорошо смотрятся с джинсами, там, с чем еще, с брюками различными и так далее. В общем, они такие прям классические. Но повышение цены, они, конечно, были по стоимости намного лучше, но... А что сделаешь? И вот это вот повышение цен, мне кажется, на всех сказалось, потому что в основном шин, как мне кажется, был популярен именно для подростков, и в основном они там закупались. И я думаю, что многие из вас, кто смотрит на меня, как раз-таки подростки, школьники, студенты, кто учится в школе, и очень часто там что-то заказывали, иметь какие-то деньги на карманные расходы, как раз-таки, может быть, чтобы покупки совершать какие-то и так далее. И хочется как-то, знаете, не зависеть от родителей, хоть чуть-чуть быть независимым. Если вам интересна тема заработка, то я очень сильно хочу с вами поделиться сервисом «Всё сдал». «Всё сдал» — это онлайн-сервис помощи студентам по написанию дипломных, курсовых и других работ для студентов. Вы можете как сами разместить задания и попросить помощи, так и стать экспертом и тем самым помогать студентам, ну и также вы можете зарабатывать на этом. Партнерка сайта платит 25% заказа от привлеченных клиентов. Перед началом работы вам нужно зарегистрироваться, указав имя и почту, и чтобы начать зарабатывать деньги, первым делом вам нужно добавить источник. Вы можете создавать неограниченное количество источников после нажатия кнопки «Добавить источник». Вам нужно ввести название, которое будет видно только вам, а также выбрать вид источника. И вы можете стать как экспертом сервиса и зарабатывать на том, что вы делаете как бы домашки для студентов, там какие-то дипломные работы и так далее, так и привлекать новых студентов на разных площадках и зарабатывать на этом. Это как бы, так сказать, реферальная программа, реферальные ссылки и так далее. Я думаю, многие об этом слышали. Внизу страницы в личном кабинете вы можете скопировать ссылку для привлечения новых клиентов. Из-за этого вы будете получать 5% от дохода с привлеченных вебмастеров, которые начнут зарабатывать в самой партнерке. Чтобы вывести деньги, вам нужно привязать карту к данному сервису. Комиссия составляет 3%, ну а минимальная стоимость вывода денег 100 рублей. Если же вас заинтересовал такой заработок, то я ссылочку оставлю в описании на сервис «Все сдал». Вы можете перейти там, посмотреть, ознакомиться. Если будут какие-то вопросы, то можете, конечно же, их написать. Но мы переходим дальше смотреть вещички. Далее вещь, которая просто меня покорила. Я не думала, что мне так это понравится, но... В общем, я заказала джинсы с Дейзи. У меня уже был опыт заказа брюк, по-моему, с Дейзи. Но мне как-то не зашло, короче. Эти джинсы... Это XL. По мнению Дейзи, вот это XL. Вообще, это как на шин обычно М. То есть, они на меня хорошо сели. Они мне хорошо сидят в бедрах, просто прекрасно сидят по длине. Это идеальные джинсы. У них идеальный такой синий глубокий цвет. Камера искажается немножечко. В общем, идеальный синий цвет, прекрасный по длине. Они просто супер. Мне они очень понравились именно из-за своего вот такого прямого фасона. Я очень сильно себе теперь такие же голубые хочу. Вот все стараюсь их на шинечке найти. И здесь прострочка такая оранжевая, прям прям оранжевая прострочечка. У меня в талии чуть-чуть большеваты, но в целом терпимо. Потому что в основном джинсы с шинами приходят просто вот в такие в талии и вот такие в бедрах. Но тут мне повезло, и мне они идеально сели. Если что, мои параметры будут написаны в описании под видео. Вы можете на них ориентироваться. В общем, Дейзи постоянно маломерит. Я уже не первый раз в видео об этом говорю, что если вы заказите что-то с Дейзи, заказывайте на парочку размеров больше. Поэтому я, исходя из своих параметров, исходя из своих запросов, я взяла XL. Для меня хорошо бы и МК села, но они были бы, знаете, прям такие в обтяжку. Я хотела, чтобы они все-таки чуть-чуть посвободнее были. По-моему, стопроцентный хлопок, насколько я помню, да, это стопроцентный хлопок. Поэтому натуральный материал супер, просто конфетка. Это платье, на которое я тоже засматривалась. Я очень сильно извиняюсь за то, что веси будут немножечко мятыми, потому что я их просто еще не успела погладить. Мне что-то, знаете, потянуло на такой немножечко прэпи стиль, на немножечко школьный такой, знаете, официальный, я бы сказала. Я заказала такое платье тоже с Дейзи, это размер М. Кстати, вся одежда, которую я заказала, она вся с Дейзи. Платье с Дейзи размер М, я думаю, вам сейчас не особо понятно будет, но у него такой огромный красивый воротник, который просто невероятно выглядит. Рукава-фонарики коротенькие, но они прям, знаете, такие очень свободные. И само оно такого А-силуэта примерно по колено, может быть, чуть-чуть ниже колена. По длине оно, в общем, мне идеально подошло. По размеру тоже. Здесь сзади просто такая длиннющая, вот длиннющий такой замок. Он тут, конечно, маленький, чуть-чуть хлипенький, но нормально. Как я сказала, это размер М. Ну и по качеству, ну вот, я его трогаю, очень летящий такой легкий материал. Скорее всего, это фопок. Воротник прям действительно очень плотный, и он держит форму. Даже вот в таком мятом, видите, в мятом виде, он все равно, видите, держит форму. Поразили меня в этот раз вещи, они прям невероятно качественные в этот раз. Хотя бы просто потому, что это хлопок. Ну, это, конечно, не прям супер плотный хлопок, но относительно оно не просветивает, потому что оно черное. Как минимум, и сидит так воздушно, легко, мнется, конечно, пипец, потому что это хлопок. Это рубашечка. Я думаю, вы много таких рубашек видели, их на шин прям действительно очень-очень много. Но хотела что-то подобное, мне очень нравится такого фасона рубашки. Я взяла размер М, но она прям, знаете, такая маленькая, вот будто бы на ребенка, если честно. Но мне она даже этим нравится, потому что она хорошо смотрится как на выпуск, если ее носить, да, если заправить. И вот с джинсами на выпуск она тоже просто прекрасно выглядит. Из-за того, что она короткая, очень легко заправлять какие-нибудь там брюки, юбки и так далее. Рукавчики здесь идут как полуфонариками, я бы так это назвала. Они слишком широкие. Здесь они прям такие, знаете, утонченные. Здесь всего лишь одна пуговичка на рукавах. И больше всего, конечно, здесь занимает внимание этот воротник прекрасный, рюшечками такой. Знаете, если бы мне в первом классе сказали, что я в 18 лет буду носить рубашечки с рюшечками, я бы себе не поверила, потому что я тогда это просто ненавидела. Я не могу, этот заказ это просто, это какая-то школа, back to school. Она черная. Уделим внимание, какая она красивая. Я сначала, знаете, на нее только посмотрела, я взяла размер M. Я не знаю, зачем я взяла такой большой размер. Ну, как бы, она достаточно свободная. Здесь и подклад вам, и то, и все. Там, в общем, я что-то в талии подумала, я смотрю. На модели тоже размер M, я думаю. Ну, блин, у меня талия чуть-чуть побольше, чем у нее. Наверное, короче, мне в талии S-ка будет маленькая. Но, на самом деле, я бы могла взять и S, потому что она мне в талии такая, ну, свободненькая очень. Мне кажется, она еще подрастянется, и вообще мне будет огромная. Я, конечно, надеюсь, что такого не будет. Сто процентный полиэстер. Ладно, я надеялась, что хотела бы подклад вискозу, но нет. Она, конечно, электризуется, гладить ее я вообще не представляю как. Отлично смотрится вот с этой рубашкой, которую я заказала с фоксордами, тоже очень миленько выглядит. Мне именно понравилось то, что она на резинке, потому что у меня вот такие проблемы в том, что у меня может быть юбка узкая в бедрах, но большая в талии. Мне прямо, знаете, как-то не хватало в гардеробе юбки. У меня давно уже нет юбки. У меня раньше была такая маленькая, коротенькая юбочка с пуговичками, но вот сейчас у меня нет юбки. Я такая думаю, о, юбка. Такой, знаете, беспроигрышный вариант на любое время вообще. Когда хочешь юбку надевать, под все подходит. Вот даже под это кардегол, хоп, надели юбочку. Далее вещь, которую я вам покажу, я взяла маминку, у нас две вещички осталось. Она заказала себе вот такие кроссовки. Мне они самые очень понравились, вообще супер просто выглядят. У Adidas есть расцветка с песками, там что-то связанное. Блин, я не помню, как она называется. В общем, Adidas из 500. У них есть точно такая же расцветка. Они прямо вообще супер выглядят. Очень плотные, знаете, такие очень мягкие внутри, прям просто как облачко. Хорошая шнуровка. По размеру тоже подошли. Она была 39 размер. Тоже все внутри хорошо шито. Люверсы все вот здесь аккуратные. Ну, дырочки типа под шнурки. Они пришли в такой, кстати, миленькой коробочке. Сейчас покажу. Вот в такой миленькой коробочке они пришли. Она, правда, чуть-чуть помялась, но все же. И они еще пришли вот с такой вот, как это называется, с держателем, чтобы форму держал кроссовок. И еще одна вещь, которую я взяла маме. Она в пакетике. Если что, ее уже мерили. Это такая курточка в таком, я бы сказала, граффити каком-то стиле. Это, конечно, полиэстер, к сожалению. Но она достаточно, кстати, приятная по материалу. Это какая-то, какой-то ЖИН Х, размер М. Я вам сказала, что она чуть-чуть большевата. В общем-то, вот так она выглядит. Очень яркая, просто супер яркая. Тут какие-то существа странные расположены. И снаружи, ой, внутри, точнее, вот такой фиолетовый подклад яркий. Если вас интересует материал, то это эластан 4% и полиэстера 96%. Ну да, как я и сказала в целом. Это штучка такая мягкая. Это, в общем, фасон такой, знаете, как у бомбера. Но он не то, чтобы слишком держит форму. Мне кажется, ей даже БС-ка подошла, потому что он сам по себе достаточно длинный. В общем, принт прикольный. Я не знаю, конечно, как он будет в носке. Закатается, не закатается, потому что здесь, знаете, такой очень лощеный материал. И у нас на этом было все. Большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Не забывайте использовать мой промокод, чтобы получить скидочку. Она действует, если что, от любой суммы заказа. Если вы даже на самом минимум закажете, все равно будет действовать. И также все ссылки на вещи находятся в описании под видео. Параметры мои тоже там написаны. Я надеюсь, что вы спокойно провели со мной время. Пишите в комментариях, какие видео вы бы хотели видеть еще. Всех люблю вас. Всех целуем. И все уже очень скоро. С вами в следующих видео. Bye! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок